здравствуйте мои подписчики и гости моего канала сегодня хочу поделиться с вами своим рецептом супа харчо рецепт очень простой а суп получается невероятно вкусный для нашего харчо нам с вами потребуется говядина или баранина нужно в моем случае это говядина краешек там и косточка присутствует и мясо есть мякоть потом два таких средних помидора нужно у меня небольшие поэтому три маленьких взяла лук нужен морковка свежая зелень петрушка с кинзой можно если нет достаточно одной петрушки если есть сушеные можно это это сушеные использовать у меня свежей зелени только петрушка кинза у меня только сушеном виде томатная паста нам понадобится потом нам нужен любой соус на основе сливы и ну не совсем любой кислый все-таки я бы не рекомендовала лучше острый можно даже кислоострый и такой он с пряными травами его вот ну наверное тут наверное две столовых ложки понадобятся потом рис ну приблизительно три столовых ложки сливочное масло так это у меня специи хмели-сунели соль черный перец чеснок сушеный и чеснок свежий и вот буду ли я делать свои любимые кастрюльки я даже не знаю сколько в ней наверное литра 3 то точно есть может быть даже три с половиной что дальше делаем так положили мясо небольшую луковку морковку и три наших помидора залили водой и ждем когда закипит так бульон наш с вами закипел теперь у нас с вами задача снять всю пену пену сняли добавляем соль а после соли добавляем хмели-сунели приблизительно столовую ложку и все теперь это ставим на средний огонь можно даже прикрыть крышкой и оставляем где-то варится приблизительно на час 10-20 смотря какой у вас кусок мяса пока наш бульон варится мы с вами режем репчатый лук порезала я две луковицы и думаю что достаточно этого количества 1 у меня останется так у нас с вами прошел час 10 теперь у нас задача отсюда всего выловить вытащить наш кусок мяса и выловить все что мы с вами сюда отправляли все кастрюлю я отправляю лук который я нарезала далее отправляю рис за рейсом отправляю мясо который мы варили мы его отделили от костей им порезали кусочками а дальше мы с вами будем пережаривать томатную пасту на сливочном масле огонь здесь сильно большой не нужен у нас задача с вами все и переживайте томатной пасте отправляю свои помидоры которые варили тоже д gelernt вот новое программы берем он зар Background у вот наш панатный паста с вами обрелась я прошу лишние жидкости отсюда все отправляем в наш супчик с летом отправляем соус социбелли затем сушеный чеснок один зубчик свежего чеснока который я порезал порезал ломтиками петрушку черный перец сушеную кинзу и немножко кориандра про который я забыла сказать только толченый но в принципе наверное можно и зернышками немного пол чайной ложечки и даем провариться еще минут 15 накрыла крышкой и оставила минут на 15 ну вот прошло у нас с вами еще 20 минут ой кипит все бурлит и можно выключать наш суп харчо вы смотрите какой он у нас пыль получился абсолютно не жидкие в меру густой и очень вкусный осталось налить подавить туда немного чеснока и добавить еще свежей зелени всем приятного аппетита и вот такой красивый супчик ребята мы с вами в итоге приготовили еще такой небольшой маленький нюансик если вам покажется слегка кисловата добавьте пол чайной ложки сахара сахарного песка на кастрюльку и он будет еще вкуснее ну-ка сейчас я попробую это что-то нереально вкусно все ребята готовьте с удовольствием всем приятного аппетита я побежала у меня слюни текут пока пока